Конгресс утвердил возможность конфисковать российские активы в Соединенных Штатах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкин во время своего визита в Киев. Речь идет о новом законе, который разрешает арестовать российские государственные активы в США и отдать их в пользу Украины. То, что Путин разрушил, Россия должна и обязана восстановить. Этого требует международное право. Это то, чего заслуживает украинский народ. Наш Конгресс дал нам право арестовать российские активы в Соединенных Штатах. Мы намерены их использовать. Мы работаем с нашими партнерами по J7 над тем, чтобы замороженные суверенные активы России были использованы для устранения ущерба, который продолжает наносить Путин. J7 может разблокировать миллиарды долларов и послать мощный сигнал Путину. Так, Конгресс предоставил полномочия президенту США применить процедуру конфискации суверенных активов России с последующей передачей средств в специальные фонды. При этом Белый Дум может согласовывать алгоритм передачи Украине конфискованных российских активов со странами J7 и ЕС и другими партнерами США. Там есть два типа денег. Есть российские государственные деньги, а есть частные деньги российских олигархов. И мой аргумент заключается в том, что сначала мы должны бороться с государственными деньгами, и деньги российского государства абсолютно точно значительные, потому что именно российское государство было ответственно за эту войну, и поэтому оно несет ответственность за ее оплату. А вот когда речь заходит о частных лицах, то здесь все гораздо сложнее, и все зависит от того, находятся ли эти люди в сговоре с российским государством или нет. По информации The Guardian, на министерской встрече стран Большой Семерки на этой неделе министры обсудят предоставление Украине кредита на 30 миллиардов евро под залог российских активов. В Вашингтоне настаивает, что замороженные активы не нужно арестовывать или конфисковывать, а вместо этого мобилизовать их для предоставления Украине крупного кредита. Проценты по нему будут выплачиваться и из годовых доходов этих средств. Арест активов российского Центрального банка и передача их Украине в качестве предоплаты за репарации сейчас фактически исключены. Из публикации The Guardian. В то же время Евросоюз стремится к передаче Украине процентов от доходов замороженных активов России. Они оцениваются на сумму около 3,5 миллиарда евро в год. В частности, президент Европейского Центрального банка Кристин Лагард выдвинула юридические и экономические возражения против полного ареста средств РФ, чтобы не навредить мировой финансовой системе. Как пишет агентство Reuters, ссылаясь на представителя итальянского казначейства, министры финансов стран Большой Семерки намерены поддержать план ЕС по использованию доходов от замороженных российских активов. Однако окончательное решение по этому вопросу страны G7 должны принять на встрече лидеров в июне. Кристина Домбровская для телеканала Freedom.